Запись пошла, мы можем начинать. Здравствуйте, уважаемые господа, мы продолжаем наш замечательный курс. В прошлой неделе на воскресенье выпал прекрасный праздник Шевуот, и поэтому занятие не состоялось. Но, тем не менее, я подготовил в понедельной главе, которая называется Насо, которую читали вот в последнюю субботу вне Израиля. Дело в том, что, как ни странно, расхождение в чтении недельных глав сохраняется между Израилем и диаспорой. Мы попустили, и сейчас я, хоть и нахожусь в Израиле, буду идти по расписанию диаспоры. И сегодня мы разбираем главу Насо. Поскольку мы здесь, в Израиле, посчитали уже следующую главу, которая называется Балотха, и на этой неделе уже читаем главу Шлах, а эти главы очень интересные, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения языка иврита. Мы ничего пропускать не будем по возможности, но я надеюсь, что проблем у нас не будет. То есть в следующий раз я буду брать все последующие главы по порядку, если ничего не собьется. Недельная глава Насо. Как правило, на неделю ее приходится праздник Шавуот, и глава – это самая длинная по количеству, по количеству фраз в Торе, читаемых. И это весьма символично, что в неделю, когда мы отмечаем Шавуот, то есть праздник Менятия Торы, мы читаем самый большой недельный раздел. Большой он еще и за счет того, что в одной из глав перечисляются дары предводителей колен, и некоторый отрывок повторяется почти без изменений, аж 12 раз, потому что 12 колен и 12 лав колен приносили подарки на освящение мешкана переносного храма, и подарки эти были совершенно идентичны. Но мы сейчас читать будем не это, а мы будем читать параграф 6 в книге «Бемидбар», книге, которая называется «Пустыня», которая рассказывает о том, что происходило с еврейским народом в пустыне. Хорошо. Значит, наш порядок таков. По очереди мы читаем фразы. Кто не считает, так сказать, не берется читать, пропускает очередь, просто не включает микрофон, когда подходит время к нему. Вот очередь распределяет Анна, и она же следит за демонстрацией текста. Теперь, если прочитавший хочет перевести, милости просим, мы все рады, я, конечно, помогу. Слова, отмеченные зеленым, есть в файле «Словарь» в нашей неделе на голове. Файл я заранее поставил в нашу группу в Телеграм. Вот. А слова, отмеченные желтым, это я просто отметил для себя, потому что, наверное, мне есть что сказать по поводу этих слов. Я начинаю. Вай дабер гашем аль мушэ лимор. Сказал Бог Моисею, говоря. Дабер аль бне Исраэль ва марта аль гем иш ойша, ки яфли линдор недер назир ле газир лашем. Тут фраза не закончена, то есть мысль продолжается в следующей фразе. Перевожу. Говори сынам Израиля и скажи им. Человек или женщина, то есть мужчина и женщина. Значит, слово яфли очевидно происходит от слова пэле. Пэле – это чудо. Давайте посмотрим. Анна, будет у вас возможность по словарю смотреть перевод? Если нет, то я могу включить у тебя слова немножко внизу. Сейчас попробую. Одновременно я их не могу показать. Не слышу? Нет, неудобно вам, да? Показать одновременно я их не смогу. Либо что, либо что. Нет, не показать, просто зачитай. То у меня записано по поводу слова яфли. Очевидно. Означает изречет. Смотри комментарий Раши, как в экране, там 2 глава. Почему раздел «Аназарей» расположен в непосредственной близости с разделом «Об изменится». Ну, о жене неверной смысле. Чтобы сказать тебе, видящей неверную жену, в ее позоре пусть воздержится от вина, ибо оно может привести к прелюбодеянию. Слышно? Нет меня. Попадало, но по-моему, смысл уловный, да? Есть? Можно я могу еще раз прочитать? Плохой звук, да, у меня? Ну вот слово «репли» – главное значение, прочитайте. Как Раши его объясняют? Вот изречет. Изречет, да. Изречет. Ну вот, возьмем этот перевод. Значит, если мужчина или женщина изречет ли ндор недер. Слово недер, то есть обещание. Что такое недер? Это клятвенное обещание с упоминанием. Если человек что-то обещает, он, конечно, должен исполнить. Но если он не учел какие-то неизвестные обстоятельства, дать какую-то сумму денег на добрые дела, а выяснилось, что он перед этим обанкротился. Или, ну, мало ли что. В таком случае он имеет право или дано обещание под принуждением, под дулом пистолета, например, он имеет право не выполнять. Но если он дал именно недер, да, то недер довольно сложно. Для этого нужно раввинское заседание. Вот поэтому очень многие евреи и религиозные, не только религиозные, да, когда они что-то обещают, обговаривают это. Бли недер. Бли недер – это значит, не считайте, что я дал вот этот вот недер обед. Так вот, если человек даст обед, блин дор недер – назир. Что такое назир? Назир в современном иврите означает что-то типа монах. Ну, далее идет описание, что имеется в виду здесь. Институтом монашества, конечно, в аутаизме нет. Мы не уходим от жизни, так? Мы не отрываемся от земли, мы, наоборот, небо приближаем к нам. Так вот, что такое назир? Что такое назир мы сейчас увидим. Ну, слово назир однокоренное со словом незе, то есть венец корона. Легазир лошем, то есть дать вот этот обед именно незеут. Что с ним? Анна, наверное, Гиммел, читаете вы, да? Да. Так. Так, значит, если даст обед посвятить себя, то ми яйн в шехар язир хомет яйн в хомет шехар ло. Ишьте. Так, слышно, нет? Нет. В хомет слышал, шехар не слышал. В хомет слышал. Ну, хорошо, Анна, слышно. Да, слышно. Прекрасно. Нормально. Слышно, ребята? Тут просто я не очень понимаю. У меня интернет на самом деле не очень хорошо. Анна, слышно, а Раф или Ялу иногда пропадает. Может быть, это я не слышал, да. А, вот я тоже заметила, что иногда пропадает. Я думаю, я пропадаю или Раф или Ялу пропадает? Чую с гибельным восторгом. Так. Так, в общем, так. Ми яйн в шехар язир хомет яйн в хомет шехар ло. Ишьте в холь мишрат анавим ло. Ишьте в анавим лахаим. Лахим. Лахим. Да. В и вашим ло йохэль. Тут перечисляется все, чего должен воздерживаться этот вот назир. В общем, от вина. Ну, шехар я не помню. Это какой-то настой. Посмотрите. Значит, два возможных варианта. Это либо алкогольный напиток на основе винограда. Не обязательно вино. Например, чача. Виноградная водка. Либо вообще любой опьяняющий напиток. Насколько я помню, из изучения Мишны имеется в виду напиток именно виноградный. И даже не обязательно алкогольный пьянящий. Так. Значит, от него язъех. Он принимает на себя. Пусть воздержится. Хомет яйн. То есть виноградный уксус, как я понимаю. Да, да. Хомет шехар. Это тоже уксус на основе вот этого шехара. Я не знаю, какой-то напиток. Не пускай не пьет. Ло ишьте. Пусть не пьет. Вэхоль, ну тут вот имеется вэхоль, мишрат. Ну вот переводит настойка. Мишрат анавим, виноградная настойка. Ло ишьте. Пусть не пьет. Да. Вэ анавим лахим вэ явашим. И винограда свежего или сухого ло йохель. Не ест. Не ест, да. Даже изюм, который никакого алкогольного свойства не имеет, ему тоже запрещен. Вот это одно из ограничений, которое он добровольно принимает на себя. Еще раз. Это вовсе не обязательно. И в тексте мы увидим некое осуждение человека, который принимает это на себя. Но имеется в виду, человек, если он чувствует, что обыкновенных путей, то есть того, что повелено или запрещено другим, всем евреям, вот ему этого недостаточно, ему нужно что-то большее. То предлагается ему принять на себя вот это. Первое, что мы прочитали, это всего, что из него делается. Теперь, наверное, Далит. Анна, распределяйте. Тимофей. Тимофей. Читаем. Далит. Коль еменисхо, миколь ашер ясе мигехен аяйн, мэ арсаним в ад заг ло йохель. Переводим. Все дни воздержания его, этого назерута, от всего, что сделают из винограда. Бегой ашер от всего, что е асе будет сделано из винограда. Значит, слово гефен – это, по сути, виноградная лоза. То есть, имеется в виду не только плоды, но и листья, и побеги, вот на них, насколько я понимаю, делают грузинскую чачу. Теперь, хар саним, насколько я понимаю, это косточки виноградные. Заг – это шкурки виноградные, то есть, аджин, который остается и сжимает вино. Ло йо хель. Не будет есть. Не будет есть, но, соответственно, и пить. Да, 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 именно так. Хей, пожалуйста. Людмила. Да, Людмила. Да, Людмила. В холь, тут я, да. Хей, холь емей. Холь емей. Да, правильно. Низро таар ло явор аль роша. Ат, мэло, а, мэлот, мэлот, хайямим, ашер, язир, лошем. Ашем. Кадош. Кадош. Их е гадель пэра. Пэра. Ударение здесь пэра, да? Пэра должно быть. А, сигалата, да, пэра. Сэар, прошу. Есть, верно. Все дни воздержания. Посвящение, наверное, воздержание, да. Вот тут вот Низро вместе. Ну, чтобы быть точным, можем сказать посвящение воздержания его. Таар, это бритва. Бритва не, явор не перейдет, его головы. Не пройдет, да. Да, 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 то есть он не стрижет волосы. До полноты. Мэло, малэ, помни. До исполнения дней этих, которые воздерживаются. Которые он, да, которые он пообещает, да? Да. Воздержание. Перед Всевышним святым будет. Он будет святым, этот человек, да. Он будет святым. Гадель выращивает. Перра недавно нам встречалась в рассказе о соте. Это растрепанные волосы, неухоженные, да. Он отращивает, ну, будем сказать, можно сказать, патлы, да. Сэар, рок-шоп. Волосы его головы. Волосы головы его. То есть здесь мы видим уже два ограничения. Первое относительно винограда. Второе относительно стрижки. Да, это так. А пера – это не края? Евгений, если вы будете вместе просим, мы увидим, что вы включите микрофон. Вы можете просто прочитать, вы можете прочитать и вместе с нами перевести, как вам будет удобно. А Людмила, нет, Людмила спрашивает, пера – это не края, пэ от края. А пера – это именно растрепать волосы. Да, да, растрепка. Я не знаю, как осуществительно это. В случае неверной жене, ей там волосы, раз надо будет растрепать. Да, 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 там используется тоже слово. Недавно мы читали. Ну, хорошо, Евгений у нас пока не включается. Если у него будет желание, мы это увидим. Значит, тогда следующее я читаю. Все дни его посвящения Богу к душе умершей, то есть там, где есть умерший человек, ло-яво, не войдет. Что это значит? Сейчас мы увидим. Анна Зайн, да? Да, Зайн. Да, да, верно. И как бы к отцу, к матери, к отцу своему и к матери своей, к брату своему и к сестре своей не осквернится, не осквернится из-за них, по их смерти или в их смерти. Это так, да. Ибо, ну, тут вот Незер в смысле как корона, венец корона, ибо корона венец Бога Его на голове Его. Это верно, что здесь имеется в виду, да, что не только не заходит он на кладбище, не участвует в похоронах, допустим, знакомого, соседа, служивца, но даже если умрет его отец или мать и так далее, да, то есть, да, он не участвует в похоронах. Как аналогично, аналогично Коэн Гадоль, не просто Коэну, а именно Коэн Гадоль, Коэн обычный, участвует в похоронах своих ближайших родственников, но не Коэн Гадоль, а Коэн Гадоль, верховного первосвященника. Это вот еще одно ограничение, которое он берет на себя. Мы не ставим задачу объяснить, почему именно это. Почему разрешается, судя по всему, разрешается пить обыкновенную пшеничную или там синтетическую водку, да, но не разрешается пить виноградный, например, сок. Почему он не должен стричь волосы, но разрешается, например, стричь ногти. Почему он не приходит на похороны, но может прийти на свадьбу. Мы читаем текст и переводим его дословно. Что касается комментариев, комментарии есть и очень интересные, вы можете их найти, да, но наша задача такая. Так, Анна, где мы сейчас? Сейчас. Хэт, по-моему. Алло, 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 не слышу. Да, Хэт. А Тэт? Я читаю. Хэт? Да, Хэт, Тимофей. Да, Хэт. Все дни, как мы это переводим, посвящение его, посвященному Всевышнему. Да, кадош святой – это именно выделенный, посвященный, да, верно. Так, Тэт. Алло, алло. Да. Тэт, наверное, Людмила, да? Да, Людмила. Так. 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 Да, да. Да, да. Нет, и если, если в данном случае слово «ки» имеет много значений, просто надо смотреть, надо знать. И если умрет. Умрет смертью на него. Умрет мертвый буквально. А, поняла. И если мертвый умрет на него. Буквально в его присутствии, имеется в виду. Это внезапно, Людмила. И питом означает одно и то же. Вот это выражение, оно используется вполне в устной речи. Меня удивило в свое время, что питом пишется через ай, а питом пишется через алиф. Но смысл здесь одинаковый. Я думал, что это однокоренные слова, оказалось, нет. Для питом можете это использовать. Вдруг, неожиданно. Что это вдруг? Это современным тоже используется. Тиме – это слово «таме». И осквернил он голову посвященному. Ну вот, кто умер, да? Нет, это кто-то при нем, этот назир, при нем кто-то неожиданно умирает. И он уже вынужден прервать. Он вынужден прервать. Тогда не забегайте. Ну вот, получается, что… Сейчас, то тогда что? Да, да, да. Мы видим, что вроде бы в этом нет никакой его вины и нет никакого осуждения. Но если такое случилось… Да, геллах прошел. Геллах побреет. Голову обед… Ну, кто обед принес? Он побреет голову. Геллах – это то, что… Да, если осквернит голову посвящение своего, то тогда… И побреет голову его в день его нечистоты его, да? Освящение, то есть избавление от нечистоты. Там мы нечистый, то гор чистый. Семь дней он должен, видимо, быть в каком-то типа трауре, получается, как семь дней. Да, да, да. Ее мошли, а в день седьмой – легалхен. Да, в седьмой день он ее побреет. В день седьмой? Да, да, да. И опять вот написано – побреет ее. Дело в том, что очищение от нечистоты мертвого тела длится семь дней. Так вот, в седьмой день он очистился от нечистоты, и в этот же день он сбривает все свои волосы, сколько бы он их не отращивал, да? И что происходит дальше, мы читаем в Ютубе. И встает быть Назиром после этого, да, уже? Он заново, он заново. Вот, послушайте, сейчас мы увидим, что с ним происходит дальше. Так, теперь вы читаете Рафлияда. А теперь я. Да, да. Мишкан – переносной храм. Когда храм стоял в Иерусалиме, то тогда, значит, Иерусалимский храм. Так. Зачем он их принесет? Читаем. Читает, очевидно, Анна Юталев. Да. Одного, одного вот эту птичку в жертву грехоочистительную, хатат, и вторую в жертву ола, то есть всесожжение. Всесожжение. То есть полностью жалеет. Хипер, и скупит его, хипер Аллаф, и скупит его от всего, от его мешер хата, от его греха получается. Да. Ну вот, от греха, от греха за уме. За душу, да, за душу, да, за то, что произошло такое, что при нем кто-то умер, да. И осветит голову свою в этот день, в тот же день. Мы видим, что вроде бы все происходит чисто случайно. Зашел Коэн, например, в гости, а тут вдруг, бац, кто-то умер неожиданно. Но это не случайно, очевидно. Это некий знак. Ну, понятно, что просто так человек в качестве знака не умрет, но то, что это произошло в присутствии Коэна, да, в присутствии, извините, вот этого Назира. Ну, почти какое, да. Назира, да, это какой-то для него намек, да. То есть, что получается, должен принести жертву за грех и жертву всесожжения, да. И что же дальше, Ютбет? Тимофей? Ютбет. А, вот какая неприятность, да. Так, и посвятит Всевышнему... И снова посвятит, да. Да, снова посвятит Всевышнему дни Назарейства Илона. Дни Его посвящения, да. Дни Его посвящения и принесет овечку двух лет. Нет, одного года получается. Почему? Да, одного годика. В искупительную жертву. А дни первые, имеется в виду его отречения, Иплу аннулируются. Подут. Да. Ну да, потому что загрязнилось... Осквернился, да. Да, Назарейство или венец его, да. Вот такая история Назарейства. Есть целый трактат Мишны и, соответственно, Талмуда. Относительно Назира там рассматривается подробнейшим образом. Все вот эти вот законы Назарейства берется не менее, чем на месяц, да. Если человек взял Недер на месяц и вдруг в тридцатый день произошло такое, что он осквернился, да, то вынужден он состричь свои волосы и начать этот Назируд, это свое посвящение с нуля, да. То есть еще один практически месяц. Первые тридцать дней у него, что называется, Иплу упали, да. Отказаться нельзя, то есть если он взял на себя, он должен что-то делать. Нет, нет, в том-то и дело, что он дал именно Недер, Недер Назарейства, да. И когда мы в Колеле проходили, это я, значит, в контрольной работе задал такой вопрос. Вы, а не, чуть-чуть попозже я об этом расскажу, когда мы прочитаем еще разный закон. Так, теперь Людмила. 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 Вы, зот, торат, ханазир, бэйом, мэлот, я мэйни зро, я ви, отто, эль, пэтох, охэль, моэд. Эль? И это учение, ой, куда-то ускакало. Так, это учение, да, обета. Учение о, да, о Назире. В дни, наполненные исполнения, когда исполнились, дни обета, принесет его, приведет его к воротам шатра откровения. Да, да, верно. Людмила. В данном случае ягненок, барашек, годовалый, цельный, то есть беспорочный, да. В жертву все сожжения. В жертву все сожжения барашка этого зарезали и полностью всю тушу сжигали на огне. И кивса, в данном случае написано кавса, но это то же самое, это овечка одна, тоже годовалая, тоже цельная, в жертву искупления, жертва за грех, хатан. И аиль – это уже баран, баран один, тоже цельный для жертвы шеламим. Шеламим – это называется мирная жертва, которая приносит мир. Часть ей туши, часть отдаётся коэн, который приносил её жертву священнослужителю при храме. Часть мяса отдаётся тому, кто приносит эту жертву, для того, чтобы он ел сам и угощал своих друзей. Так что приятного аппетита, милости просим. Так, это ещё не всё. Так, это вас. Весаль мацот, солод халот, блулот башемен, у реки кейх мацот, мешухим башемен, у минхатам в низкой гем. В низкой гем, да. Так, весаль мацот, ну как корзину пряных хлебов. Пряного хлеба, маца, как маца. Вот, солод, 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 ну вот пшеничь – это тонкая мука, тонкого помола, солод так называлось. Тонкого помола, да, лучше помола, да. Хорошего качества. Блулот башемен, смешанных с маслом. Солико маслом, да. Маслом, реки кейх мацот – это какие-то, типа, печенья получается, печенья предпрессные. Иногда переводят как оладьи, но по сути это лепёшки. Реки кейх мацот тоже. Мешухим башемен, помазанных маслом. Да. И минхатан, и ещё вот это хлебное приношение получается. То есть, видимо, мука, что ли, получается. Да, это приношение. Мука, да, да. Да, низкие гем несех. Несех – возлияние, и возлияние их. Какие возлияния здесь не написано, но где-то в другом месте определено. Да, верно. Ну, там у нас было, что мука там с маслом тоже, и с каким-то ещё благовонным… Левуна, да, ладан. Да, ладан. Так. И тет-зайн? Тет-зайн. А вот такой момент, просто минуточку. А вот получается тут, я читала в комментариях, что, во-первых, этот вот товарищ, он приносил все жертвы, какие только существовали. Вот и Ола, и Хатат, и этот Шламим, и все вот все жертвы. И причём ему нельзя было даже заменить чего-то на кого-то, на чего-то. Ну, как вот в случае там, если бедный человек, ему там надо, можно было заменить австу там на кого-то другого, на птичку. А тут никому нельзя, просто он должен раскошелиться, придётся раскошелиться по полной программе на все вот это. О, значит, принимая на себя этот, он должен знать, что через определённое время придётся ему то-то и то-то жертвовать. Если он к этому не готов или... Четыре жертвы. Да, да. Раши, по-моему, обращают внимание, что четыре жертвы он приносит. А он на всю жизнь должен это принять, а вдруг он обеднеет? Да нет, вот минимум, минимум, да, минимум на месяц. Я сейчас вам расскажу по этому поводу. Как раз мы к этому подходим. Да. Так. Я могу читать? Да, Тимофей, милости просим. И приблизит Коэн перед Всевышним и сделает буквально его грехоочистительную жертву и жертву всесожжения. Всесожжение. Да, верно. То есть Коэн. Коэну это передаётся для того, чтобы он принёс жертвы должным образом. Спасибо, Юзайн. Спасибо, Юзайн. Минхотовы это низко. Барана. Айль. Да. Айль. Это... Это барашек. И барашек сделает, принесёт жертву. Да, зевах зарежет. Вот фламин. Фламин. Мирная жертва. Всевышнему на корзину. Вот это что? Буквально. Поверх корзины мацок. Ну, кроме как бы, да, корзины пресных лепёшек и сделает Коэн. Минхотов, подарок его. Это хлебная жертва. Так, и низко, и возлияние, возлияние вина, как мы знаем. Да, верно. Вегилах ханазир. Петах охел муэт эт рошон, эт рошь назир. Велаках эт цаар рошь назир. Венатан альхаэш ашевтахат зевах ашламим. И побреет этот назир, посвятивший, в вратах шатра собрания голову свою, да, голову посвящения своего буквально, и возьмёт волосы главы посвящения своего и даст буквально на огонь, бросит огонь, который под жертвой шаламин. То есть здесь в знак того, что его назир кончился благополучно, и вот сколько он обещал, он сдержал слово, да, и не осквернился ни умышленно, ни случайно, не допустил этого. В знак этого он бреет свою голову, и волосы эти сжигаются вот на этом огне. То есть это окончание его посвящения. Посвящение минимум – это месяц. Сколько оно может быть максимум, да? Я знаю, что есть посвящение вечное. То есть человек даёт обет в течение всей своей жизни. Поддерживаться от виноградного, не соприкасаться с мертвецом и не стричь волосы. Но определенные сроки, значит, есть они, когда. Дело в том, что по окончании вот этого срока, да, предписан вот такой ритуал. Он должен, как мы видим, принести жертву, да? Но сейчас возможности принести жертвы нет. Поэтому, если человек сейчас хочет принять вот этот Назерут, он может принять только вечный Назерут. Если он принимает Назерут на два года, а через два года, не дай Бог, чтобы так оно было, храм еще не будет построен, да? А что же делать, да? Он должен продолжать, поскольку нет возможности принести жертву. И должен вам сказать, что в настоящее время Назерут, конечно, не принят. Но я слышал, по крайней мере, слышал о двух людях, которые такой вот Назерут именно вечный, брали на себя. Один из них – это ученик Рава Кука, которого так и звали Назир, да? Такое было у него прозвище, да? Сын его, главный Равин Хайфу, по крайней мере, был в то время, когда я там жил, и я был с ним лично знаком, с сыном Шар-Ешу Коэн, да? Кроме того, что отец его был Коэном, его отец был еще и Назиром. Вот другой человек – это так называемый Рогачевский Гоон, Рогачеве Гоэн, это учитель. И на портрете видно его шевелюра, да, действительно нестриженная долгие-долгие годы. Есть интересная история. Почему он принял на себя вот этот Назерут, можно ее найти, я отвлекаться не буду. Но сейчас вернемся к нашему сюжету. Итак, есть Назир, который благополучно весь свой срок закончил и принес жертвы, и Назерут его окончил. Далее он не Назир, да? Есть Назир, который продолжает свой Назерут, и есть тот, который вынужден Назерут прерваться, начать его заново. И вот своим ученикам в колеле по изучению Мишны я задал такой провокативный вопрос. Вот вы встретили трех человек. Один из них с длинными волосами, другой – побритый на лосо и веселый, третий – побритый на лосо, наголый и грустный. Кто это такие? Ну, ответ, я думаю, ясен, да? А мы с вами читаем. То есть у него, как бы, получается, если он был вынужден прервать и заново, то счет, ну, на месяц он принес, значит, счет с этого дня, да, начинается заново. Да. Обидно, конечно, в таком законе. Он должен знать его заранее. Но он может в жизни только один раз взять обед или потом еще раз брать? Нет, нет, он может продолжить, снова взять обед, если ему понравится. Здесь рассматривается ситуация, когда храм существует. То есть он может принести жертвы и обед закончить. Сейчас, как я объяснил, закончить он не может, поэтому только вариант взять на себе. Известный персонаж из книги Судей, Шемшон, Агебор. Там немножко другая ситуация, рассматривает Мишна и его. Он был назиром от рождения, и не потому, что он это принял на себя, потому что так было сказано от Бога посланцем, да. Но это так называемый особый назирок, да. Это именно, да, по жизни. Так, где мы остановились? Да. Ютед. Ютед, да? Кто читает? Я читаю. Так. Волоках, а коэн, эт Азар-а. Заро-а. Вот, Азро-а. Башала. Мин ха-эль. Да. Мин ха-эль. в халат маца эхад мин асаль в рекик маца эхад венатан аль капэй а назир ахар ит галху ит галху эт низро так и возьмёт коэн ну варёное тут переводится как плечо сваренное ну вот руа это как это вообще-то мышца определенная часть туши да, часть туши вот этого барана то что мирное да, то что съедается от барана в халат маца да, ну всё остальное в халат маца эхад и один пресный хлеб из корзины мин асаль и положит венатан на ладони этого назира после ахар вот это сбритие сбрития сбривание вот этого вот этого половы да, да положит на ладони его, да да после сбривания им вот этого ну после окончания блевания головы, да, сейчас мы рассматриваем нормальное окончание, то есть срок закончился, благополучно человек не осквернился, да, срок окончен, и тогда вот это происходит. Тимофей читает КАФ Так, приведет ли, точнее, совершит помахивание, да, совершит имя взжимания. Ну да, проведение перед Всевышним, да, проведение перед Всевышним, Благословен он КОДЭШУЛ ГАКОЭН И то, это да Я почему-то не слышу вас, возможно, нет связи Да, ГРУДИНА, ГРУДИНА Часть, да, часть слушает, да АКНУФА И ШОК АКНУФА Проношение Да ШОК Ну, буквально БЕДРО, ЛЯШКА, да, ВОЗНОШЕНИЕ, да БЕДРО ВОЗНОШЕНИЕ, да После этого ГАКХАР ГЕШТЕГАН Будет пить Назир вино Да, то есть Назир, который отказывался от вина в течение этого периода, теперь уже может пить вино. Ну, кстати, одно из объяснений А почему жертвы? Вот жертвы приносят, например, тот, кто совершил грех, на ком есть некая вина, а потому что он на время лишил себя определенных удовольствий, которые дал Всевышний человеку, а именно вино. И, ну, удовольствие, очевидно, еще от того, чтобы постричься, ну, я не думаю, что можно считать удовольствие в участии в похоронах, но достаточно вот этих двух удовольствий, он лишил себя, и за это он вот как бы отвечает, искупает свою вину. Так, Людмила, да, у нас, Людмила, да. Да? Подвиньте сразу текст, пожалуйста, до конца. Да, да, да. Это учение Назири, которое, вот это Идор, ну, Недор, который даст обед. Недор, как Недор, который даст обед, его жертву, приношение Всевышнему, о его обете. До чего достигнет, дотянется рука его, то есть то, что зависит от его благосостояния, да? А, то есть он настолько время дает? Нет, нет, имеется в виду, что если он хочет, он может принести жертву и сверхобязательных жертв, если у него там заблагорассуются, он может хоть сто баранов зарезать. Вот, но это обязательные жертвы, да, он может… Обязательные, да, перечисленные жертвы. Имеется в виду уже после окончания вот этого срока, да? Да, 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 конечно, конечно. Окончание Назири, да. Ладони обед его. Недро. Вот эту фразу не очень понимаю. Кефи на основании его обета, который он дал, кефи. Те уста, то есть по уста. А как лифи, ага, который обедал. Да, да, который он обещал. А что он сказал? Так он сделает. Не расслышал. Кен яасет, так он сделает этот Назир. Аль-Дурат. О, вот, в соответствии с учением. Да, по учению о его… Обете. О его обете, да, 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 верно. Да, хорошо. А ну подвиньте тогда до конца, пожалуйста, текст. И дочитаем, да. Давайте я дочитаю эти строки. Вы же у нас коины, для благословения коинов. Да, 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 да. Говори Арону и сыновьям его следующее. Так благословляйте сынов Израиля. Говорите им. Благословит тебя Господь и охранит тебя. Корень Шамар. Освятит Всевышний лицо свое тебе. Посмотрите, пожалуйста, в словаре, что он дает, какое слово. И даст тебе милость, то есть относится к тебе с милостью. Иса, то есть буквально поднимет Всевышний лицо свое к тебе и даст тебе мир. Вот такое говорят священнослужители, то есть потомки Аарона и сейчас существующие. В Израиле принято, что каждый день, практически каждый день в утренней молитве коины выходят перед собранием и на особый мотив, да. Особым образом, держа руки и повернувшись к общине, накрывшись талитом, вот произносят они вот эти три фразы. В первой фразе три слова, во второй пять, в третьей семь, да. Всего получается 15 слов. Интересно, что на основании этого. Лулав, пальмовая ветвь, которую мы берем на праздник Суккот, должно в ней быть не меньше 15 листочков. Ну вот какая связь, догадайтесь сами. Вот слова благословения коинов. А сефарские коины вроде бы раз в год благословляют? Нет, сефарадим, вроде бы у них Аллаха, недавно мне попадалось, да, что даже вне земли Израиля сефарадим в Миньянах благословляют народ, а у ашкеназов только в земле Израиля. Ну, эти законы, ну, чуть сложнее. Например, есть области, например, Галилея, вот в городе Хайфа, да, благословляют только в Мусафи-Субопе. Почему-то так. В некоторых местах, ну, это зависит от обычаев данной местности и от принадлежности, то есть сефарадим и ашкеназим. Интересно, что вот кроме Израиля каждый день благословляют еще и в Египте, да, в Израиле. Вот, я хотел вам добавить, что традиционно уже много-много лет в какой-то из промежуточных дней праздников Песах и Суккот, да, происходит массовое благословение коинов. То есть очень много, иногда сотни коинов выходят к Котелю, да, и народ приходит послушать это благословение. Значит, как оно происходит, как это делается. Вот эти слова коины произносят после подсказки ведущего молитвы. Не потому, что коин могут забыть слова, дело не в этом, а для того, чтобы подчеркнуть, что благословение исходит не от коина, да, а от Всевышнего. Коин – это сосуд, это, как это называется, канал передачи благословения, да. Поэтому распевает слово ведущие молитвы и все коины, хором дружно повторяют и так далее, вот эти 15 слов. И дочитаем вот эти вот последние слова, последнюю фразу Кавзаин. И положу имя мое, это говорит Бог, на сыновь Израиля, и я благословлю их. Вот мы дочитали, слава Богу, этот параграф из недельной главы НАСО, которую читали на прошедшей неделе вне Израиля, а в Израиле читали уже следующую главу. И через неделю с Божьей помощью мы продолжим. Так, у нас есть новый участник Евгений. Если Евгений хочет сказать пару слов, как ему подходит вот такое занятие, вот что он понял оттуда, милости просим. Если нет, то, собственно, мы всегда мы гостям хорошим братом. Да, так, ну ладно, да, ага, да, 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 нет, не слышу. Алло, алло, меня слышно? Да. Да, тебя слышно? Слышим, да, слышим. Спасибо большое за занятие, было очень интересно, познавательно. Надеюсь, в следующий раз присоединиться к чему. Чем у меня ослаблено, поэтому пока стесняюсь. Буду работать над собой. Да, да, да. Можно вопрос? Евгений Успехов. Да, конечно, конечно. Про коинов я тут где-то что-то слушала, и там было рассуждение, что коин на ко может жениться, и была фраза, кого он может посвятить. Я вот это не поняла, что значит посвятить. То есть на ком-то жениться, а какую-то женщину посвятить себе. Вот это есть. Посвятить жены, наверное, это имеется в виду. Если в оригинале… Ну, какая-то разница вот там почему-то была. Нет, нет, разницы нет, я это специально спрашивал. А вот если, например, коин не имеет права взять в жены определенную женщину, то есть поставить хупу, вот в те времена, когда был институт, например, наложниц, мог ли он сделать ее своей наложницей? И я получил ответ, что нет. То есть посвятить, то есть взять жену… В чем разница между женой и наложницей? С женой заключен брак официальным образом, и она имеет право на наследство, а наложница таких прав лишена. А посвятить – это значит взять наложницей. Все, понимаю. Я думаю, имеется в виду слово «иса», то есть буквально «нять» – это именно вот брак. Ну, сейчас, в общем-то, выбора нет. Хочешь жить с женщиной – бери ее себе в жены, точнее, в жену, потому что жена благодаря херему Рабейну Гершеву мог быть одна. Только одна? Ну, не больше. Да. Ну, напоследок, давайте я вам анекдот расскажу. Вроде Сефарда говорили, что там что-то такое уже прошло, что-то такое. Ну, тысячи, тысячи, тысячи лет прошло. Я встречала раввинов, которые говорили, тысячи лет прошло, давайте обратно на многоженство. Нет, дело в том, что херему Рабейну Гершеву был принят ашкенадскими общинами, потому что окружающие народы, европейские народы, да, у них было не принято многоженство, а евреи восточные, которые жили среди, ну, например, арабов, где существует гарем и прочих персов, да, для них этот херем, в общем, был ни к чему, они его не приняли, и теоретически, да, такое возможно. Да, со мной учился в Холиле, в Ешиве, мухарский еврей, который рассказал, что у его отца было две жены, то есть я не знаю, насколько это было, как это было оформлено в то время в Таджикистане, да, в Душанбе, но, значит, объясняется это тем, что первая жена была, заболела и надежды на выздоровление не было, и вот в качестве жены у него была вторая жена, то есть первую он, естественно, тоже содержал, и жили они вместе, да, Херем Дарабейну Гершем, он относится к ашкенадским евреям. Анекдот, который я вам обещал, да, доктор, моей жене нужно удалить аппендикс, простите, но пять лет назад я уже удалял аппендикс вашей жене, не может быть у человека два аппендикса, да, у человека не может быть два аппендикса, но у человека может быть две жены. Ну, в ашкенадском случае это, значит, очевидно, с первой разошлось. Ну, она там разошлась, а вторая... Ну, вот так вот ему повезло, что обе страдают аппендицитом. Не про нас с вами бы сказано. Так, приходите еще в сборной помощи, наше занятие продолжается, я надеюсь, через неделю мы снова встретимся. Если вы знаете людей, которым будет это интересно и полезно, приводите их еще. Спасибо, Шавула Тур. Спасибо. Спасибо, Шавула Тур. Спасибо. Да, счастливо, всего наилучшего. Отключаюсь. Так, запись, очевидно, ведется Натаном, он это сделает, да? Да. Так, только Рафлегу, не забудьте про меня, на этой неделе время мне найдите. Да, 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 да. Ну, мы с вами спишемся, да, я думал, что стандартно. Хорошо. Ну, смотрите сами, короче, вот. Да, 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 конечно. Спасибо. Всего доброго, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok